Бажаю здоровья, шановне украинцы и украинки. Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Кратко об этом дне. Провел ставку. Был доклад главкома относительно основных направлений действий. Купинское направление, наше направление в Донецкой области, южное направление. Анализ динамики по боеприпасам. Логистика в армии стала ощутимо более эффективной. Были доклады Министерства обороны и Минстротекпрома о контрактах на поставку оружия и снарядов как от стран-партнёров, так и от собственного производства. В этом году должны выйти и выйдем на максимальное украинское оборонное производство за всё время независимости. И каждый год неизменно будем добавлять этот наш потенциал. Очевидная стратегическая перспектива Украины. Благодарен всем, кто работает ради этого. Отдавая все собственные силы и всем, кто реально помогает, каждому лидеру, каждому государству, каждой компании мира, которая с Украиной. Был также на ставке доклад правительства о строительстве фортификаций. Все ресурсы обеспечены. Несколько вещей за сегодня относительно нашей коммуникации с партнёрами говорил с избранным президентом Индонезии. Ценим отношения, которых уже удалось добиться между нашими государствами. Именно в Индонезии была представлена впервые украинская формула мира. И за это время, которое прошло, формула мира шаг за шагом становится глобальной, объединяет мировое большинство. Государства и лидеры со всех континентов уже присоединились к работе по формуле. Сейчас мы готовим первый инаугурационный глобальный саммит мира. И сегодня пригласил Индонезию поучаствовать в нём. И с визитом в Украине сегодня был сенатор Линдси Грэм, представитель республиканской партии. Мы говорили в частности о том, как важно, чтобы свобода и демократия выиграли сейчас, в этой войне и здесь, в Украине, иначе российская агрессия и хаос будут расползаться по всему миру. Я проинформировал сенатора о ситуации на поле боя, об основных потребностях наших сил обороны. Совершенно очевидные потребности, патриоты, атакмсы F-16 и, конечно, артиллерия, обсудили дальнейшее взаимодействие и поддержку Украины. Все наши действия должны быть дальновидными, дальнобойными, именно такими эффективными, которые позволят всем свободным нациям и дальше жить в свободе и безопасности. Я благодарен каждому в Соединённых Штатах, кто чувствует так же, как и мы, что свобода всегда должна побеждать. Также хочу сегодня поблагодарить руководство Евросоюза и всех государств-членов за создание нового фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Объём 5 миллиардов евро, которые пойдут в поддержку наших военных действий в этом году. Ожидаем также, что этот фонд станет составной частью общего соглашения по безопасности между Украиной и Евросоюзом. Благодарю всех наших людей, которые сражаются и работают ради Украины и украинцев, которые поддерживают каждый наш город, каждую общину. И особенно те, которым сейчас сложнее всего. Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская области, наша Одесса. Мы делаем всё возможное, чтобы дать Украине и каждому нашему региону больше защиты, больше сил. Спасибо всем в мире, кто с Украиной. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!